здравствуйте друзья когда мы с вами слышим такие слова как швейцарский нож викторинокс викторинокс то мы с вами представляем скорее всего что-то вот такой вот маленький стильный зализанный нож созданный швейцарскими гениальными инженерами либо вот такой большой его собрат где есть все 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 что вам надо и даже немножечко больше то есть швейцарский нож это просто вещь где есть все надо же какие-то программы называют швейцарский нож но кроме вот этой вот классики вот этих вот больших магициональных мультитулов мы не должны забывать еще одну вещь кроме того что мы говорим швейцарский нож викторинокс часто еще говорят швейцарский армейский нож не швейцарский солдатский нож вот о них я хочу сегодня поговорить перед вами армейский нож бундесвера гак ли джак 108 джерман армии 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 найв 108 миллиметров длина рукояти этот нож сделанный викторинокс служил в бундесвере как вы понимаете немецкая курица поступил он на службу до моего рождения 76 году и исправно служил немецким солдатам до 2003 года по мнению многих экспертов как военных так и просто ножеманов считается до сих пор одним из лучших эдисе ножей оптимальный по функционалу и компактности как вы уже поняли длина его 108 миллиметров длина клинка 80 при толщине в 2 миллиметра что же здесь есть у нас давайте начнем сзади то есть свайка шила развертка называйте как хотите штопор стандартный швейцарский штопор 80 миллиметровый клинок рассказывать про него ничего не буду вы сами все прекрасно знаете еще один вот такой инструмент это у нас открывашка отвертка и пила и это первый единственный раз когда я на швейцарских ножах видел что пила закрывается вот такой вот пластины и закрывашка и не так на правильно называется то есть очень удобно если вы работаете отверткой или если вы открываете что-либо бутылку то есть у вас рука не касается зубчиков лезвия а насколько острые зубцы лезвий швейцарских пил вы все знаете это обсуждать не надо в общем этот нож дослужил до 2003 года ему на смену пришел гак джак джермани аминайф 111 более современная модель 111 миллиметров длина рукояти главное отличие на мой взгляд этой модели том что здесь уже у нас имеется одна рука открывания итак поехали по порядку давайте моих немножечко сравним вот он клиночек 108 вот 111 мы видим что во первых появилась у нас церетная заточка я считаю что с рейтер на ножах викторинок с один из самых правильных что именно вот эта часть ближе к рукояти нажимать play новая для того чтобы допустим могли что-то построгать вот эта часть рейтерная которой мы режем длинными движениями то есть здесь молодцы швейцарцы то есть клиночек стал чуть меньше и появилась одна рука открывания и видите как сделан у них интересно лайнер лог в другую сторону как мы привыкли то есть его отжал и об ногу закрыл что удобно делать как левшам так и правшам следующее что у нас здесь есть у нас здесь есть пила но мы видим по сравнению со 108 пила здесь просто отдельный инструмент ни с чем не совмещена и пила вот насколько длиннее получается режет лучше режет быстрее режет более длинные какие-то веточки дальше открывашка для бутылок отвертка здесь отвертка видите более широкая более мощная и эта отвертка у нас не закрывается потому что она тоже лайнером задерживается еще это так вот промежуточное значение да ты можешь сделать этой отвертки силовую плюс ко всему здесь для работы с проводами до для перегиба проводов для обламывания поводов есть небольшой инструмент есть также у нас шила она же развертка и на этом схожесть инструментов заканчивается убрали немцы убрали у них штопор то есть немецкие солдаты больше не пьют вино и за место штопора поставили отвертку philips крестовую отвертку для обслуживания механизмов каких-то обслуживания своих винтовок то есть наверное когда солдат на привале ему обслужить свою винтовку намного более полезно чем выпить что-либо открывающийся штопором и следующее что появилось с чего уже нет на гак восьмом на 111 появилась еще открывашка для консервов и маленькая плоская отвертка она же вполне нормально справляется с работой с philips ами если вдруг понадобится вот 76 год вот он 2003-2004 почувствуйте как говорится разницу вот это вот интересная штуковина ну я думаю что большинство солдат во первых очень быстро ее потеряли во вторых ну лишний грамм не знаю нужно был не нужен в общем решение интересное насколько оно нужно и не мне судить как у меня есть и есть то есть не мешает какой-то момент конечно удобно взять и так открывается очень бог с ним в общем отец сын оспарить преимущество нового ножа я думаю смысла нет сами прекрасно понимаете что больше функционала одна рука открывания одна рука закрывания это всегда огромный плюс по сравнению с открыванием ногтевым больше длиннее стала пила как бы не сказать что прямо в два раза но вот эти сантиметры не роль могут сыграть вообще считаю что пила это очень нужная вещь потому что в походе или как вот армейский нож на привале на биваке нам не обязательно все ломать ногами и бросать в костер мы можем что-нибудь аккуратненько отпилить чтобы сделать себе каком-нибудь приспособлении подвесить котел либо еще что-то еще что то то есть пила вещь нужная и к этим двум ножам я хочу вам показать еще один нож это уже именно викторинокс это швейцарский армейский нож для швейцарской армии армия в принципе кроме внешнего вида и того что здесь у нас креста здесь курица есть у него отличия только одно смотрите здесь все у нас все так же здесь у нас инструменты абсолютно одинаковая одна контора делала про то что качество абсолютно одинаковое думаю говорить не стоит оно и так чем понятно разница только в одном я думаю если вы смотрите более-менее внимательно вы уже заметили разница только в отверстие то есть у швейцарца но более овальной формы немца но неправильной формы но честно говоря честно говоря когда вы пытаетесь открыть это в перчатках в разницы особо никакой когда вы пытаетесь открыть это рукой без перчатки разницы тоже особо никакой то есть просто дизайнерский ход сказать что как то вот это форма влияет на открывание да никак можно так сказать что у немца вот эта часть чуть чуть уходит более вперед и может быть может быть может быть за счет этого открывается чуть легче но это настолько надуманная и придуманная мной характеристика что воспринимать ее серьезно не стоит в общем разницы никакой отличаются отличаются они только немножко плашками и вот этим отверстием то есть вот они перед нами три ножа которые не просто швейцарские ножи а швейцарские ножи сделаны для нужд армии ГАК-108 ГАК-111 и вот он швейцарский армейский нож эти служили в Германии этот служит в Германии этот служит в Швейцарии по мне так эволюция пошла в лучшую сторону ну и претензия у меня к этим ножам как всегда одна даже не претензия так небольшое пожелание мне кажется намного более удобно было бы носить этот нож если бы здесь пускай бы маленькая пускай бы небольшая но клипса потому что когда у тебя нож закреплен это более мне кажется упрощает вот эту экспортировку чем когда он тебе болтается в подсумке или в кармане викторинекс свистмейд викторинекс свистмейд то есть это все оригинальное швейцарцы ну наверное на этом все если вы знаете какие-то еще очень сильные отличия этих ножей подскажите честно скажу было очень приятно поюзгать ножи посмотреть их потрогать этот нож мне дал друг на сравнение чтобы я его сравнил со своим швейцарцем ну достойные вещи вещи достойные и я думаю любой нажимант и вообще любой мужчина будет рад иметь вот такой нож у себя в кармане во время каких-либо путешествий походов и просто как очень классная вещь на этом все всем спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания